МОСКОВСКИЕ ЛЕТНИЕ ПРОТЕСТЫ Это Ольга Милич, сценарист и волонтер проекта передачи, который возник по инициативе журналиста Лизы Нестеровой. Ольга старше тех людей, которых избивают на этих кадрах полицейские. Ольгина расписание зависит от московских судов. Они отправляют в камеры спецприемников задержанных обычно от 5 до 15 суток ареста, но могут и на 30. В эти дни Ольга и еще десятки волонтеров готовят и каждый день отвозят передачи. И вы знаете, такие люди благодарные, которые выходят, потом нам пишут, кто сидит. И я чувствую, что, знаете, я сама готова платить за это деньги, чтобы в этом участвовать. На весь период ареста можно приносить не более 30 килограмм. У них там весы стоят, они иногда спешивают. На каждого человека? На каждого, да. То есть вам нужно учитывать вес каждого человека? Да, да, когда очень жарко, и они просили воду, например, 5 литров, там не всегда обеспечивают водой кипяченой как нужно, то мы так учитывали, ага, сегодня, значит, 5 литров мы несем, тогда завтра мы передадим передачу на кого-то другого в этой камере, чтобы вот не перейти за эти 30 килограммов. Серёж, а паспорт у тебя отобрали? Паспорт у меня у сотрудника полиции. Какого? Который не рядом с тобой, да? Что? Который не рядом с тобой. Который рядом со мной. А, окей. А сотрудники полиции представляют? Нет. Ставьтесь, пожалуйста. К сотрудники полиции не представляют? Нет, это ваш друг, это ваш сын. Это мой брат. Это ваш брат. Что он сделал? Он сказал, полиция нежнее, когда стали заламывать руки какому-то человеку. Это первый раз или нет? У этого брата, по-моему, первый. Есть другой брат, у него не первый. Есть другие братья, у них по-всякому было. Как вы будете требовать, то есть до каких пор будете ходить на улицу, в чём, где исход этот? Или всю жизнь собирать? Исход в смене власти. То есть, понятно, требования одно? Конечно, да. И всё? Честные выборы, свободная пресса, как всегда. Спасибо большое. Как вас зовут? Мария Борзенко. А брат Сергей Борзенко. Соответственно, спасибо. Спасибо. У других братьев действительно было по-всякому. Брат Мани Борзенко, Сергей Борзенко. Студент четвёртого курса, учится на юриста и работает в школе. Поколение выросшее на книгах и фильмах Гарри Поттера. И на самом деле я могу сказать, что это, наверное, в общем, большое влияние оказало на меня, как на, ну, вот как раз в моих каких-то убеждениях, мыслях, чувствах и относительно мирного протеста, относительно дальней использования запретных заклинаний. То есть там же очень важные вещи проговорены и прописаны и отражены в фильме тоже. И, ну, у меня даже плакат, единственный плакат, с которым я выходил и который я печатал, на котором написано «Гриффиндор победит». Снимать же можно? Или уже нельзя? Почему можно? Не, ну почему? На мосту там недавно кого-то остановили. А, нет. С Азаром, по-моему, это была история, да. Вот эти процессы там все, которые судебные, которые в «Гарри Поттере», все эти… Очень похоже на самом деле. Очень похоже. Слушайте, ну, на самом деле это реально вот… Ну, вот если вы спрашиваете, откуда эта идеология, вот у меня это абсолютно вот… Ну, пока все, что происходило вот в нашей реальности, это все абсолютный «Гарри Поттер». Причем у меня нет такой там прямой параллели Волан-де-Морта, например, с Путиным, потому что Волан-де-Морта – это просто такое, ну, коллективное зло. Ну, то есть, так как такой анти-любовь. А мы как раз за любовь. То есть, вот эти вот последние потрясающие совершенно по мощности. То есть, вот последние 31 августа, например, был очень мощный. Вы, наверное, не скажете, что там были? Очень мощный. Вам не показалось, что… Да, это потрясающий. Просто потрясающий. Ну, то есть, все вот эти вот «За любовь», все эти кричалки, которые абсолютно… То есть, выборы нечистые, мы идем на чистые. Факультет политологии Высшей школы экономики находится вот в этом здании на Покровском бульваре. Известен он стал в последние месяцы. В первую очередь тем, что студент этого университета и именно этого факультета политологии Егор Жуков оказался фигурантом московского дела. А еще тем, как его сокурсники, люди, которые учатся вместе с ним на одном факультете, начали за него заступаться, начали проводить кампанию в защиту. И стало понятно, как они заметны. Здесь, на этом факультете, учится и работает в аспирантуре Армен Арамян, создатель интернет-журнала «Доху Джорнал», на страницах которого появились все самые громкие открытые письма и обращения в защиту Егора Жукова. И в адрес проректора Валерии Косомары, которая стала кандидатом в депутаты Мосгордумы. На тех самых выборах, из-за которых, в том числе, и студенты Высшей школы экономики вышли на улицу. Были отдельные выступления отдельных лиц, которые представляют университет, в частности, Валерия Косомара. Но официальная позиция администрации университета заключается только в том, что мы защищаем, мы оказываем юридическую поддержку. Ей трудно, кстати, Валерии Косомаре, вот по-моему, как по-человечески, потому что она оказалась вообще в центре идеального шторманника. Не, я, конечно, не, я думаю, что ей по-человечески, конечно, очень трудно, потому что я думаю, что когда она соглашалась пойти депутатом, точнее, кандидатом в депутаты, она не рассчитывала, что все это произойдет, это все, конечно, супер неожиданно для нее самой, вот, но, в общем, я думаю, что это не, ну, как бы не оправдывает то, что она до сих пор, как бы, до сих пор кандидат. Никто тебя, в общем, не защитит, если ты сам не организуешься и не будешь защищать своих, в смысле, просто для студентов вышки это более-менее очевидно, что сейчас они, как бы, должны заниматься защитой Егора, чтобы дальше не пришли за ними. Армен Арамян говорит о проректоре Высшей школы экономики. Валерия Косомара тоже лицо протестов, но для сторонников независимых кандидатов со знаком минус. Мало того, что она выдвигается на выборы при поддержке мэрии, то есть властей, и не скрывает этого, она зарегистрирована в том самом округе, где в бюллетенях должен был быть оппозиционный политик Илья Яшин, который собрал необходимые подписи, но вместо выборов получил пять административных арестов подряд. Смотрите, университет очень большой. В этом году университет уже состоит из 43 тысяч студентов. Поэтому есть ребята совершенно аполитичные, есть ребята политизированные. Стало ли мне тяжелее? Да, мне стало тяжелее, потому что те ребята, которые, скажем так, политизированные, они, конечно, активно в большинстве своем поддерживали оппозиционных, незарегистрированных кандидатов. И я в данном случае для них тоже являюсь таким вот олицетворением сделки с мэрией и прочее, прочее. Но мне кажется, это опять же все расшивается диалогом. Ну, конечно, у всех есть какая-то... Все в таком режиме паранойи сейчас находятся, что вот, там, давайте шифровать переписку, давайте то, давайте все. Ну, в принципе, риски непонятные. То есть, конечно, студенты рискуют. И сейчас вот Артем Тюрин, студент второго курса политологии, вышки, он за пикеты отсидел 8 суток. За то, что участвовал в одиночном пикете в поддержку Егора Жукова. Вот. Но, в принципе, сейчас риски как бы непонятны. И, с другой стороны, то, что совершенно понятно, что как бы всех студентов, которые сейчас поддерживают Жукова, и всех преподавателей, как бы не пересажают. А это студент знаменитого подмосковного физтеха МФТИ Марк Князев. 10 августа он пришел на митинг на проспекте Сахарова, акцию в поддержку политзаключенных, а потом отправился гулять по Москве. Требовал освободить арестованных участников протестов за свободные конкурентные выборы, которые полицейские и разгвардии разогнали дубинами, а следователи назвали массовыми беспорядками и завели уголовные дела. С Марком Князевым мы познакомились вот так. Я так понимаю, что вы не особенно сопротивляетесь, если вас один сотрудник ведет за руку. Марк Князев пришел в суд после задержания. На него составили протокол об участии в несанкционированной властями акции. За все время протестов московская мэрия отказала оппозиционным политикам в проведении 31 акции. До 11 класса я не особо смотрел новости. Ну как, по Первому каналу разве что и то так. Ходит же мнение, что там пропаганда и тому подобное. Так что чисто поверхностно. Закончил 11 класс, и там как раз примерно в это же время вышел фильм «Он вам не Димон». Ну и я заинтересовался, кто такой Навальный и вот эти вот все дела коррупции во власти. Начал проверять факты, которые были в расследовании. Ну и так все больше углублялся в тему и понимал, что происходит. Ну и уже понял, что тут столько дел, по которым ничего не предпринимается. Ну, фактов коррупции и тому подобного. Судья наказал молодого студента физика штрафом в 15 тысяч рублей. Это примерно 220 долларов. Сказали, что вы делать бомбу не будете. Расскажите мне, пожалуйста, а почему не будете? Ну вот возьмем Льва Ландау, популярный ученый, основатель физтеха. Он к этому относился отрицательно. То есть он понимал, что это ведет ни к чему хорошему, это не ведет. И, соответственно, он даже пытался как-то уйти от этой работы, связанной с созданием ядерного оружия. И он вообще даже, его даже, кстати, вроде садили в тюрьму. То есть в каком-то смысле даже иду по стопам Ландау. Эта история закончилась, ну, можно сказать, хорошо. По различным делам, возбужденным в ходе московских протестов этого лета, за решеткой могут оказаться 10 человек. Некоторые из них уже получили реальные сроки, от двух до пяти лет. Некоторые даже признали вину, но на видео, которого было снято, предостаточно. Видно, что делаете, по большей части, похоже на акцию устрашения молодежи, чтобы усмирить недовольных. Молодого программиста Константина Котова за три дня до выборов в Москве суд приговорил к четырем годам колонии. Только за то, что он выходил на мирные акции протеста. А еще у него дома нашли плакаты и проект выступления о событиях в Украине на листочке бумаги. Этого хватило на приговор. Люди, которые пришли его поддержать, долго не уходили от Тверского суда. Если бы кто-то из них был задержан, а такая опасность была, полицейские были рядом, то к ним бы приехала Ольга или другой волонтер телеграм-чата передачи. Какие-то яблочки, шоколад. Шоколад, да, это можно. Яблочки, допустимо, полкилограмма, это четыре штуки. Но в общем-то у нас принимают и по семьи, по восемь штук. И сюда, вот здесь видите очередь, соответственно, нужно подождать. Когда очередь подходит, нужно стоять у двери на готове с паспортом. Выходит сотрудник, проверяет сначала паспорт и потом уже сопровождает оповещение. А вы кому, если не секретно? Бойко. А? Бойко. Бойко здесь сидит? Да. Ух! Вы пришли как раз в свежеарисованном Бойко, да? Да, Бойко. Председатель патриарха. Да, 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 мы в курсе. Да, да, да. Вы сидите. Минут десять. А вы не из чата передачи? Нет. То есть вы здесь меня знаете? Да, я отдельно, да. Если нас не трогают, то мы спокойные люди. Мы только просто хотим, чтобы нам давали свободу, давали право выбора. Это значащая история, потому что так всегда происходит при любых революциях, ну, при любых освобождениях происходит так, что, типа, маленькая вспышка разгорается в огромный огонь. Выборы в Мосгордуму проходят в воскресенье 8 сентября, одновременно с Днем города. Студент Высшей школы экономики Егор Жуков до суда остается под домашним арестом. Другой студент, Кирилл Жуков, получил три года колонии за то, что задел шлем росгвардейца, поднял рукой его стеклянное забрало. Евгений Коваленко приговорен к трём с половиной годам колонии за попытку урной отогнать полицейских, которые жестоко избивали молодых людей 27 июля на Лубянке в центре Москвы. Данила Беглец получил два года колонии за то, что подал выпавшие наушники задержанному молодому человеку перед автозаком и сам был тут же задержан полицейскими. Ивана Подкопаева отправили на три года колонии за распыленный в сторону полицейского перцовый баллончик. Владислава Синицу осудили на пять лет за твит о том, что если насилие не прекратится, люди могут начать мстить силовикам и даже их детям, даже убивать. До того, как этот твит показали по федеральному телевидению, его прочитало лишь несколько человек. Субтитры создавал DimaTorzok